Каргонский хребет В этом фильме мы вместе с вами отправимся в приключенческое путешествие, посетим речку Белая и побываем в устье Каргона, увидим завораживающее своей бесконечностью звездное небо и половим красавца Хариуса. Возможно это был бы спокойный и умиротворяющий фильм, но не сегодня. Короче просто отводишь нос лодки, отводишь, вон туда по течению разворачиваешь, ее вот так разворачивает и мы стартуем и пошли против течения. Такой легкий водный трудаш. Ну что, привет друзья! Сегодня у нас необычная вылазка в наши любимые места. Находимся мы на реке Чирыш Алтайского края. Сегодня мы с Николаем... Всем привет! Отправляемся на водометной лодке вверх по Чирышу. Задача у нас дойти до речки Белая и постараемся зайти в Каргон. Воды очень мало в Чирыше, на удивление. Сегодня у нас начало августа, воды мало. Поэтому сейчас пойдем вверх по течению Чирыша. Ожидаем хороший клев Хариуса. Посмотрим, что будет. Ну ладно, я пошел попаленько уже. Загоняй. На водомете по Чирышу и его притокам. Один только вперед. Ну что, погнали? Погнали! Переводим мотор в номинальный режим и стартуем до красивейших мест долины реки Чирыш. Река Чирыш! Сегодня нам предстоит пройти 14 километров до устья реки Белая. Там мы планируем разбить лагерь и отправиться на поиски пятнистого красавца Хариуса. Воды в Чирыше мало, и мы выстраиваем максимально безопасную траекторию прохождения. Огибая большие валуны и опасные мелики, порой проходим участки, прижимаясь максимально к берегу. Кристально чистые воды Чирыша вселяют в нас надежду на поимку зачетных Хариусов. И мы километр за километром поднимаемся все выше и выше. Поднимаемся выше и выше! Почти подошли к Белой уже! Так, друзья, подходим к месту, где заканчивается дорога от Синтелека. Это обвал скалы. Вот здесь вот скала обвалилась давно. И мы на машинах максимум доезжали вот до сюда. Все, вот здесь вот у нас мы обычно базировались. Есть фильм о погоне за Чирышским Хариусом. Мы доезжали вот до вот этого места. Вот место, до сюда мы доезжали максимум. Вот он, обвал скалы. Дальше дороги нет? Дальше дороги нет. Вот прям вот с этого камня я кидал Тирольку. И вот с этого. Вот он, обвал скалы. Прошли обвал скалы и устья Большой Татарки. 13 километров пути пройдено. Еще 500 метров и уходим влево, в одну из проток Чирыша. Это финишная прямая. Ведь именно в эту протоку впадает наша сегодняшняя цель. Маленькая, с виду ничем не примечательная, но очень перспективная, хариузовая река Белая. Мелко совсем, не там, не здесь. Вообще мелко, ну. Вон она белая. Речка Белая, друзья. Так, ну попробуем забазироваться. Воды очень мало. Воды очень мало и мы здесь не пройдем на нашей лодке. Ну что, друзья, находимся на устье реки Белая, которая берет начало с Бощилакского хребта. Дошли мы сюда. Воды в Чирше мало. В Белой вообще нет. В Белую даже не будем подниматься. Боюсь представить, что там на каргоне творится. Потому что по плану было, конечно, подняться еще по каргону. Но сейчас остановимся на речке Белая. Идем туда рыбачить. Возможно, мы здесь забазируемся. Вот. Начну рыбачить с натуральных приманок. Взял с собой червя. Как практика показала, на Урале очень хорошо хариус идет летом на червя. Поэтому начнем на червя. Пройдем, обловим маленькую речку Белая. Ну, а потом, если на Чирыше будем рыбачить, будем переходить уже на тяжелые оснастки, на тирольские палочки. Ну, и, соответственно, несколько мушек. Взял все рабочие мушки от черной речки. Вот. И поэтому будем экспериментировать, пробовать. Ну, а сейчас пойдемте вместе с вами посетим замечательную речку Белая. Вода вообще кристально чистая в реке. Это не может не радовать. Итак, ну что, друзья, вот мы с вами снова на Чирыше. Семь лет меня здесь не было. И вот он, Чирыш, наш любимый. Любимый Чирыш. Сегодня мы рыбачим на Чирыша. Начнем, по крайней мере, на Дендробену. Сейчас поставим Дендробенку и походим с Дендробеной. Посмотрим. Это одна из проток Чирыша, которая ведет в устье реки Белая. То есть, Белая речка впадает в эту протоку, по сути. Ну вот мы и посмотрим. Будем стараться ловить крупного Хариуса, поэтому будем червя ставить целиком. оснастка у нас как обычно просто поплывок и крючок. А вот и первая поклевка была. Друзья, поклевочка! Поклевка! 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 Вообще задача порыбачить на белой реке. Конечно же. У нас была мощная поклевка, червя сразу сожрали. Попробуем немного экономить червяков. поклевка. Попробуем еще разок. Попробуем еще разок. у меня вот здесь какой-то матерый бродяга. Я его подержал и все. Главное, чтобы не укололся. По концепции что? Нормально. Ну вот так вот на поплывок стиролька как бы нет, а на поплывок мне кажется здесь ништяк будет. Я говорю, вот я сюда подошел, мне сразу несколько поклевок. Я вот не могу его взять. Сейчас если поймаю, я тебе более конструктивно смогу что-нибудь сказать. Да нет, ну что нам, гречки, воды нет, это ручей. Это уже не река, это ручей. Ну это ручей, ну на лодке сюда точно не пойдем, но мне кажется здесь в таком руче можно порыбачить неплохо, лучше чем даже в червяши. Если вода была ручить повыше, мы бы не прошли через эти деревья. Ну хотя да. Не, ну я не знаю, по мне так лучше по червюшу мне кажется рыбачить. Его просто сейчас вот надо понять, где он стоит конкретно на течении или в приямках. Ну что, дошли мы по речке Черыш до речки Белая. Оказалось не речка Белая, а ручей Белый. Вот учусь рыбачить в Черыше. Ну вот поймал на этом перекате, пороге, не знаю как назвать правильно. Двух Хорюсков поймал, поклевки есть. Будем рыбачить в Черыше. Вот, напарник мой пытает свою судьбу в ручье Белом. Он больше специализируется по ручьям на поплавочку рыбачить. Я натиролку здесь рыбачу. Я думаю, что клювать будет, вода чистая. Все отлично, надо ключик подобрать только. Вот, вот это уже интересней. Вот это уже интересней. есть, друзья, смотрите, какой Хорюзян дарил. Ух, вот он, вот она речка белая. Друзья, вот она белая река. Смотрите, ребята, вот он. Это наш Хорюз. Это, друзья, наш Хорюз. Вот он, смотрите, взял на червя. Вообще, бескомпромиссно. Друзья, вот это Хорюзяка. Смотрите, какой. Вот это ништяк. Вот в таких вот завальчиках стоят вот такие вот бах, как ударил. Вообще, ништяк. Вот, червяк работает. червяк работает. Да, вот она, ребята, круто. Ну что, друзья, закончился наш сегодняшний день. Первый. Первый день рыбалки. Разведку мы провели. На белой пока что тихо. Николай не знаю, еще не приплыл. Он уходил вверх по течению черыша. Сижу вот его жду. На пеньке вот на таком. коровы пасутся вон ходят бедняги колокольчики колоколят поймал сегодня одного хариуса на белой хорошего и все если завтра будет все по нулям то мы пойдем выше по течению ближе к каргону это вторая точка нашего маршрута но воды там скорее всего также не будет поэтому будем рыбачить на черыше он николай несется на всех парах договаривались 6 встречаемся здесь на этом острове вот ровно 6 так все нашли место для для стана галька крупная скользкая да галька скользкая тогда немножечко но здесь он и песочек есть не а можно вот прямо здесь вот костерчик на песочке сделать чтобы мягенько было не по камням сидеть а прям у этого первый день нашего путешествия подходит к концу мы нашли место на котором мы проведем ближайшие два дня так ну что заброска прошла успешно сегодня второй день нашей рыбалки всю ночь шел дождь вот но вроде более-менее разъяснилось мы решили вырваться все таки на рыбалку коля закинул меня опять в устье белая сам ушел вверх по течению я уже успел упасть с лодки обманчивая вот эта чистая вода кажется что вот оно дно на самом деле там по грудь вот так что будьте аккуратней на горных реках особенно на чистых и так ну что мы значит прибыли снова на устье реки белая вчера я поймал там одного хариуса хорошего крупного ну рыбачил на червя на дендробену возможно крупный червяк был сегодня будем пробовать на мушке там рыбачить так ну что друзья подходим к реке белая поймали вот здесь а скорее узко одного перекате попробуем еще разок взялся на червя на удивление такой не крупный попался но тем не менее если честно я даже не заметил поклевки поставил я три мухи дополнительно желтую соплю казарку и фиолетовую переколомину drive маленькую сопля переколомина drive и козарка коричневая козарочка как светло-коричневая на соплю взялся хорошенько глубину поменьше поставил сразу поклевка вот еще одна это поинтересный хариусок опять на соплю взял пока что мелковатые наберут на желтую соплю оба них у хороший бродяга взялся смотрите друзья снова белая река сразу же вообще прям без разговоров сильный такой сильный бродяга так нам надо вот что сделать нам надо скрыть пузо хариусу нам надо выбрать участок наверно вон там встанем сейчас скроем пузо и посмотрим что они жрут сегодня чисто из интереса сейчас взвешиваем насколько он грамм 150 нифига себе 255 грамм ребята такой вот пацан неплохо это уже интересно значит вчерашний был грамм на 350 точно вчерашнего я не взвешил наша задача сейчас посмотреть что у него там желудки чтобы подобрать оптимальную приманку с молоками и выкинул желудок пойдем искать вот нашел желудок ребята у него пустой но плотный достаточно один один песок хариус голодный хариус голодный вообще ребята да по сути должен брать на все подряд на трочейник будем искать мормышки подходящие будем рыбачить также на одну мормышку добавим грузик и будем подбирать мормышки далеко не пойдем поэтому будем делать так находим перспективное место и облавливаем несколькими мормышками пока не будет четкого понимания на какую мормышку клюет лучше так ну что поставили козарочку попробуем поставить желтоватый оттенок попробуем немножечко его обмануть поставили супер супер маленькую мормышечку так шитик он игнорит натуральный ему не нравится смотрите нахуй твое ладно тогда становимся на сопле но ничего страшного не на то и не на другое не хочет брать вот и все мы будем рыбачить значит пока что на соплю на какую мушку берет на желтый вот у меня тоже она у тебя прям на вот это желтый с оранжевым да ну а берет на струе прям чисто или приемка чисто в ямочках вот как ямочках да вот и здесь тоже есть взял смотрите какой взял я так и знал что там стоит такой бродяга смотрите какой здоровичок взял я так и знал что он там в ямке стоит медленно аккуратно бах поднялся и взял красивый вот такой хариус мне нравится вот это наш хариус красавец так давайте друзья взвешиваем 200 ну 280 грамм 280 грамм давайте ребята поставим оранжевую местный подходил у него была желтая с оранжевым но мы поставим морковку на морковку никогда не рыбачил вообще ни разу но многие мне говорили что на морковку льет есть сразу смотрите маленький но сразу ударил на оранжевого этого мы конечно же отпустим это интересно пойдемте попробуем на большой какой-нибудь перекат забурится дошел до такого чудесного места вот это какая-то речушка втекает в черыш там вот интересный порожек сейчас пойду его проходить в одну каску рыбачу один потому что по черешу напарник мой в ручье рыбачит вот такая ямина здесь по любому рыбы но огромное количество но что-то пока одну только поймал всего как ее оттуда достать почему она не берется непонятно сейчас как-нибудь мадам разловлю великолепнейшая лодочка моя которая везде ходит и доставляет меня до мест моей мечты жизни каждого начинающего водометчика и не только начинающего есть прекрасные места для прохождения на лодке представляю вашему вниманию такое одно из них вот это мне сейчас предстоит пройти можно и не проходить но очень хочется и того вот этой стороной этим берегом разгоняюсь вот здесь прохожу 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 вот здесь вот тоже боком прохожу на камни мне нельзя и вон в то узкое место резко поднимаюсь вверх и ушел выше обратно выйти селе с разгону прям сразу с креном левым креном заходим сюда и прям если вы смотрите это видео значит я успешно прошел данное место ну что ребятки хариус превращается в элегант ну и пяти минуточку перчик соль к и немножко горюса вот такая вот нормальная теплашечка получилась дадим с полчасика ему просолиться и будем кушать надеюсь вы со мной есть хорош хороший взялся ребята хороший есть еще один такого тоже возьмем ну вот ближе к вечеру что-то расклевалось есть есть друзья смотрите какой здоровый смотрите какой здоровый взял вот это хариузян вот это друзья хариузян ё-моё вот это хариус смотрите вот это друзья хариус взялся-то вообще за краешек губы смотрите друзья какой хариузян вмазал жесть вот это пацан бодрый вот это пацан бодрый смотрите какой красивый взялся за краешек губы прям желтая мушка вон там вот под березка вон там вот под березка я так и знал что там возьмется смотрите эта речка белая друзья как дарил блин бам и по перекату давай гонять попался вон там вот под березка попался вродяга мы сейчас даже его взвешиваем фиолетовый какой смотрите смотрите какой он такой фиолетовый прям темный но и сколько же грамм так ничего вытянет он у нас на мой рекорд 380 грамм смотрите вот это лапоть так ну что здесь покидаем и мы с белой на сегодня прощаемся ну вот если будет клевать если реально будет клевать вот как ну в принципе если будет клевать то я думаю можно и повыше подняться да я просто верх не пошел сегодня я вчера там был вчера не клевала поэтому я сегодня просто не стал акцентировать внимание на этом верхах но вообще наверху там туда дальше там по сути километр пройти там блин офигенные места там такие здоровые валуны там столько бурунов в которых он должен брать он должен стоять третий день рыбалки проснулись 7 утра такой туман стоит по прогнозу сегодня должна была стоять относительно умеренная пасмурная погода как раз самое удачное для клёвых ариуса я позавтракаем и пойдем на белую на путь исследования к месту сегодняшней рыбалки конечно же коля не мог не показать возможности своей лодки очень хороший полицейский разворот давай держись пока хорошо давай держись это еще другая это еще другая это еще раз большая была а так вот на узкой речке на уходим протоку идем на белую речку сегодня заключительный день на белой реке проходим первый перекат без трудностей конечно сегодня без шмурдяка лодка намного легче на сливе в протоку склонилось дерево что затрудняло прохождение вот здесь ветка не очень удобно а здесь мелко я думаю можно в принципе здесь же поставить где в первый день мы ставили вторая рыба и опять на кембрик вот здесь как два нормальных ядовых за пять секунд мутежничество так друзья мы снова заключительный день у нас на белой есть есть хороший хороший взял смотрите смотрите ушел ушел надо на берег выводить мы находимся с вами на слиянии реки белой и протоки черыша стоит у нас три мушки желтая шерстяная сухая желтая и кембрик идем дальше будем пробовать ловить везде попробуем экстремальную рыбалку вот так обловили это место не пойдем дальше а речка белая ну вернее ручей белый по данной воде здесь мы планировали подниматься на лодке но полна лодки здесь подниматься ну никак нельзя и что вы думаете изобретаю сегодня для себя рыбалку открываю рыбалку на хариуса в таких ручьях поймал три рыбки уже вот здесь вот сейчас поймал глубина там чуть выше щиколотки ну а вот что из этого всего получается на речке ловится мелких ариус а здесь ловится вот такой вот хариус в ручьях как оказывается грамм на 300 на 400 вот такая дружочек получился и это уже третий но два других поменьше но все равно размер впечатляет вот такой вот красавчик ну отпускаю этого другана вот такой вот друган ну покажись красавец сейчас пойдет просто пока снимал пока то все он маленько конечно воздуха нахватался но успеет не повредился давай дружок двух тех возьму а следующих буду отпускать ну и нафиг таскать много да мы уже на самом деле наелись хариуса уже ну сколько ты его в день съешь вот таких оковалков он уже начинает плыть для него это нормальное такое состояние вот так плыть держится уже в струе помаленько решили разделиться коля ушел выше по белой а я облавливаю вчерашние места так поставили черную мушку такую что-то на это скажешь хариусочек постоянно меняю мормышки в надежде найти ту самую на которую будет брать хариус черная тоже нам не показала результат поэтому ставим желтую выпала мушка из набора надеюсь не самая ловчая подбор мушек это основополагающая в хариусовой рыбалке хариус очень привередливый и если вы его вчера ловили на одну мормышку не факт что он сегодня на нее обратит внимание на клев влияет множество факторов погода ясно или пасмурно высокое или низкое давление а также активность тех или иных насекомых давайте-ка вот эту поставим но ты ушел чуть-чуть вверх я получается встал на этот же перекат устья и бах такой же как у тебя хватает я пока по выпендривался и он сошел я в воде стоял прям и ну и одного еще небольшого поймал тоже сейчас почистим я уже мушки там блин по перепробовала 5 миллион мушек не смотря не сгорят и просто убери немножко пускай не разберется вот наш сегодняшний обед 2 хариуса которые поймали пройдя полтора километра вверх по течению решили заморить червячка хариусом на рожне ну хорошеньких таких вот сразу бах-бах да взял ты тут еще раза добр что это буквально там я отошел и струйка вот ну то есть вот типа так надо ловить отпускают вкуснятки прожарился пропарился ребята ну где ж такую лепоту еще можно кроме как дикой тайге это не передать вот это надо любить и понимать мы друзья вкуснотища копченый запеченный хариус сейчас солнце ушло так ну поднялись вверх по белой туда дальше не пойдем дошли до скалы все вот она бежит речка здоровенную тут камни везде ну и сейчас здесь пойдем пройдемся вот она струя какая хорошая есть взялся и сошел вот маленький отпустим его есть бродяга но этого мы возьмем здрасте сегодня вообще слабо ну вот сегодня весь день такой полт на полтора ни хрена себе то какой он бы то такой тоже здесь нет 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 дядька раньше не мог выдумать говорит блин килограмма на другой не мог подумать что он ярко наверное подумать салоп упал он наверное черный наверное да 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 на белое есть крупные это туда выше закончим рыбалку на белой на оливковую мушку стены перепробовал сегодня все кроме оливковой вот такой большую не буду ставить маленькую поставку кто знает а может быть это именно то на что сегодня будет клевать ну и кто знает может быть оливка сделает свое дело многие говорят что оливка хорошо работает самое время проверить есть есть смотрите смотрите какой бродяга смотрите какой бродяга взял оливка рулит оливка рулит смотрите ребята вот он красавец вот он красавчик на оливочку взялась вот эта тема его забираем рыбалка стала сиять новыми красками есть еще один давай уходи 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 давай живи пацан живи пацан давай 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 выходи 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 кого и хороший вот он еще один взялся оливка рулит вообще друзья дам классное место но мы идем к лодке все белая спасибо тебе за достойных хариузов мы еще к тебе вернемся очередной день с рыбалкой на реке белая окончен надеюсь он был не последним и мы сюда еще вернемся но поймал мелочь подходим к лагерю паркуемся и я как надежный помощник капитана первым делом подтягиваю лодку и шварду ее на выделенные нами коряги на берегу черыша привязываю надежно чтобы бурные воды реки не забрали наши плав средства в обмен на пойманную рыбу прибыли в лагерь день еще не закончился и впереди у нас самая вкусная часть нашего путешествия я наловил всяко там на телецком озере сковородку нашли короче надо понижать масло да нет я имею ввиду в масле температура рыбы понижает сразу как жареной рыбкой запахло сегодня у нас друзья на ужин будет жареный хариус белой реки благо речка дала в достаточном количестве для жарить жареный хариус одно из вкуснейших блюд вдали от цивилизации все равно есть ручьи подпитывающие которые подпитываются родниками вот он по сути там и есть так ну что друзья закончился сегодня крайний день рыбалки на реке белая она нам предоставила своих даров хороший крупный хариус мы ели и уху и на рожне хариуса делали и соленого малосольчика мы малосольном виде ели ну а сейчас у нас ужин и мы будем кушать жареного хариуса реки белая приятного аппетита приглашаем вас всех нам за стол гпс точку координаты скинем ну расскажи свои эмоции по маленькой речке я считаю что это лучший отзыв от природы когда клевать начинает ты можешь долго рассуждать как ты там правильно связал мушку подобрал там теория теория может быть длинная и мучительная а по пакту ты просто выходишь на речку если она клюет это лучшее голосование состоянной рыбы за выбранную снасть это все не случилось достаточно быстро сразу четко конечно я буду приятно удивлен ну теперь буду знать что оказывается в таких ручьях рыба водится да еще и крупнее чем в большой речке поужинав мы располагаемся у вечернего костра где перед сном под шум могучего черыша обсуждаем план завтрашнего маршрута так ну что сегодня четвертый день нашей экспедиции мы прям по черешу вверх до карбона начинается самая интересная часть нашего путешествия ведь мы отправляемся в красивейшие еще не неизведанные нами места уходя все выше и выше делаем остановки перспективных на наш взгляд местах кидаем спиннинг надежде поимки тайменя мы находимся уже в горном алтае и здесь разрешено ловить двух таймени в день заходим в порог это вот это за вот да это так ну что так как мы решили дальше рыбачить по черешу оснастка для малых рек малоэффективна поэтому будем монтировать тирольскую палочку благо у нас для этого все есть поэтому сейчас сделаем тирольская палочка самая распространенная оснастка для ловли хариуса на таких реках как черыш и ему подобных большинство местных рыбаков используют именно ее так как она достаточно универсальна и позволяет эффективно облавливать трудные но потенциально уловистые участки реки эта оснастка отлично срабатывает когда требуется с помощью мелких приманок обловить отдаленный от берега участок либо добить до значительной глубины снасть по своей сути донная и поэтому я как правило использую от пяти до семи нимф разных расцветок которые закрепляю на основной лески на расстоянии 15 сантиметров друг от друга чтобы игра мормышек была максимально эффективна поводок делаю не больше пяти сантиметров на леске с толщиной сечением 0 25 миллиметра сверху бакулка с большим водоизмещением ну а снизу привязываю саму палочку груз вот такая снасть у нас получилось достаточно мощная 7 мормышек ну что пойдемте пробовать вот смотри белок белок смотри белок белок подошли к аргонскому поселению каргон да сейчас посмотрим что из себя каргон сегодня представляет вот он каргон на потому что он 2 протока вот она первая сейчас по карте давай посмотрим вот они мысль на устье как раз подошли к устью может быть так ну вот друзья мы находимся на слиянии каргона с червежами вот каргон бежит мы вот как раз на устье стоим да поэтому можно здесь пару раз кину да тут конечно красиво просто под скалой стоим до катушка у меня умерла надо будет менять есть попался кто-то попался пацан меленький на желтую нам такой не нужен нам батя нужен но сделаем поменьше длину оба а вот это друзья кто-то ударил хороший это друзья был кто-то здоровый чувствуется поклевки поклевки есть оба зацеп нифига себе спас так чем мы пожертвовали ничем вот это везуха так друзья пойдемте ко второй протоки каргона дойдем меняем локацию решили подойти ко второй протоки каргона чтобы оценить возможность все-таки зайти в него на водомете что туда встанем уровень воды оказался слишком мал и мы решаем остановиться в устье так как течение здесь бурное и на наш взгляд это более перспективное место для поимки хариуса покрупнее я прям увидел как я с хариус плесканулся вот вот это ништяк вот это ништяк вот это ништяк давай бродяга слушай ну он забагрился смотри как ему рассекло пузо я видел есть контакт ага сейчас вот вот что происходит у меня все кишки вывалили наружу вывалили Я расшивывал все за желудок прям. В этом случае мы за закладкой собирались ехать. Да. Мы поехали за закладкой. Там посмотрим по настроению. Каргон маленький. Зайти в него невозможно вообще практически. Поэтому мы не теряя времени отправляемся выше по течению Черыша. В сторону Кумира. Такая пика торчит. Ледяная. Так, пригибаемся. Проходим километр за километром. Поворот за поворотом. Нам открываются прекрасные виды на белки Каргонского хребта. Идем выше Каргона. В сторону Кумира. Эмоции захлестывают. Друзья, это нужно видеть вживую. Так, друзья, очень красивое место. Мы решили здесь остановиться, погибать. Есть поклёвки. Поклёвки есть. Вчерашний жареный кариус у нас сегодня в качестве перекуса. На уху уже наловили. На уху уже наловили. Уху ели мы в этот раз. Но всё равно ещё раз хочется повторить. Уж больно вкусная уха из свежего харюзачка. До Кумира дойдём. Чёрт, увидели опять, поняли, что это. Мы можем одним днём вот так просто налегке доскочить, а то посмотреть и обратно. Это можно, но это будет программа максимум, реально. Бешеную заказку дойдём, потом допросить нас великий. Но бешеную же мы сейчас пойдём брать. Конечно. Чуть-чуть осталось. А вдруг завтра Беша сам забегёт. Слева огромник, да? Перед великатом паркуете, да? Да. Опа. Так, ну что, прибыли на место по координатам. Виталя Бешка на ютубе канал. Блогер, путешественник на водомётных лодках. Здесь оставил закладочку. Мы сейчас её попытаемся найти. Сосны нет, но зато... А, всё, вот, вот, смотри. Вот, вот. Вот это приключение. По Курумнику. Вот оно, да, вот, смотри, Курумник, смотри, вот здесь вот он. Вот здесь он вверх идёт. Прям вот вверх, вот так вот. Как либо вдоль берега, очень много, долго его. Это вид сбоку, речка там. Это не вверх, а вид сбоку. Сбоку. Это вот поляна, вот там всё дело находится. Либо вот здесь. Скорее всего, вот там. Так, давай ты туда, я сюда. И, если что, свистим. Прямо найдём. Виталя, твою закладочку. Так, если верить точно по координатам, то немножечко дальше должно быть это место. Ага, вот где тут. Очень много камней. Это больше похоже на правду. Ммм. Вот дерево поваленное, вот куски этого дерева. Мне кажется, мы уже близко. Да. Вот это место. Ребят, мы коньяк забрали, а водку сейчас спрячем. Чтобы в следующий раз, когда мы здесь будем, может быть, через несколько лет, был повод остановиться и опять полазить под этим камнем. Я здесь вот ложу приготовил такое, чтобы больше не повторилось такого, что её разогнало по всей, под всем камнём. Лучше, наверное, даже её прижать будет, да? Да, посерьёзнее. Всё, и поехали. В общем, как вы поняли, положили мы под этот же камень бутылку водки. Кто будет в тех краях, поищите. Координатами поделился. Желательно взамен что-нибудь оставить, ну, хоть записку, что ли. Ну, самое главное, отпишитесь в комментариях, что сняли закладку. Вот это, друзья, место. Вот он бешево у нас ковыряется в этом камне. И вот оно, пожалуйста. Ну, здесь у него туман гор не видно. Да, Италия, вот оно, место твоё вроде как. Ну, давай посмотрим, что это там за закладочка. Есть ли она там, сохранилась она или нет. Может быть, конечно, под травой где-то. Ну, блин, если, конечно, чисто вот на первый взгляд, либо Виталия очень хорошо спрятал, либо реально её уже нет. Так, ну что, добрались мы до закладки. Виталия Бешка. Беша на Ютубе он. Заядлый любитель погонять на водомётной лодке по рекам, притокам Черыша и по рекам всего Алтая и не только. Так вот, значит, раскопали мы место закладки, но, к сожалению, ничего не нашли. Водка, видимо, кому-то нужна была больше. Нам так хотелось выпить двум непьющим людям. Но кому-то это понадобилось раньше, чем нам. Ничего нет, к сожалению. Да. Мы не просто так здесь. Хоть Виталий, конечно, и говорил, чтобы кто-то, если найдёт, положил что-то взамен, но даже и взамен ничего не было. В отличие от нас, мы продолжаем этот челлендж. И сегодня в этом месте мы оставим баночку тушенки и доширак. Но это на всякий случай, если кому-то захочется по пути перекусить. Логика здесь была очень простая. Кому-то очень хотелось выпить, кто-то забрал бутылку. Теперь вдруг кому-то очень захочется после этого закусить. И мы здесь помогли, чем смогли. Так, так что мы сейчас прячем эту закладку. Ну и получается уже как по традиции, если кто-то её найдёт, координаты я в описании укажу и в видео. Если кто-то найдёт, ну оставьте что-нибудь взамен. Будем продолжать этот челлендж. Такая вот тушёночка будет и доширак. Не будем далеко закладывать, чтобы, так сказать, было сразу всё в общем доступе. тушёнка будет вот здесь, чтобы ни в какие щели там ничего никуда не упало. И рядышком тут доширак. Это всё мы вот так вот чуть-чуть камешками придавим. Ну да, если вдруг вода поднимется настолько сильно, вот этот камень туда засунем, чтобы банка с тушёнкой туда не ушла. Вот это всё будет лежать здесь каким-нибудь плоским камнем вот этим вот сверху аккуратно прикроем вот так вот. всё по-честному. Да. Запоминайте место, координаты те же, что и у Виталя. Место кому-то уже точно знакомое. Собственно, мы временно арендовали его тайник. Всё, друзья, мы пошли ниже по течению, будем ставить стан и готовиться к ночлегу. Охренеть, валун, да? А где ты хотел встать? Вот здесь? Здесь. Так, ну вот. Мы прибыли вот в такие прекраснейшие места. Райское место. Разбили лагерь. Это место нашего пребывания на ближайшие два дня. Так, ну что, четвёртый день рыбалки. Мы прошли каргон и стали выше каргона. Разбили стан, наловили хориузов сегодня. Для ухи нам хватит. Варим уху, сейчас будем ужинать и отдыхать. Вот хориуза сегодняшняя. несколько штук поймали. Два хороших, один поменьше и один малек вообще на устье каргона взялся. Сейчас будет вкуснейшая уха. Вот и закончился четвёртый день нашей экспедиции. Давайте отдохнём и вместе насладимся красотами горного алтая. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья, посмотрите в какую красоту мы попали. Сегодня максимально звёздное небо. Это просто не описать словами. Это настолько прекрасно, что этим можно любоваться вечно, вообще просто. Каждая звёздочка, всё видно. столько звёзд. Это миллионы миллиардов секстиллионов, триллиардов звёзд просто над нами сейчас. Вот галактика Млечный путь наша. Очень отчётливо видно всё. Вот большая малая медведица. Каждая звёздочка, всё чётко видно. Это просто нереально. Никогда в жизни в городе этого не увидеть. Это Горный Алтай, друзья. Это Горный Алтай. Просто шикарно. Ради этого можно выбираться в такие поездки. Утро. Пятый день рыбалки и мы поднялись чуть-чуть выше от нашего стана. Попробуем покидать спиннинг на тайменинг. Всероместные сказали стоит здесь таймень. Поэтому попробуем поймать. Сегодня будем кидать спиннинг. Такая блесна у меня Blue Fox стоит. Любимая тайменинг. Главное не оторвать. Блесен у нас больше нет. Оторвали две блесны на яме. Сейчас осталась последняя троечка. Серебристая, старая, ржавая. Ну сейчас попробуем ее оторвать. Ты сотри что они делают, а? Я не понимаю в чем прикол. Ну еще раз обрыв. Так, ладно, для меня это точно уже не тайменивая рыбалка получается. Утренняя зорька не дала нам никакого результата и мы выворачиваемся в лагерь, чтобы перевооружиться удочками и идти на поиски Хариуса. Ну так так. нормально. Я просто видишь там поглядел понял, что если мы сейчас на глиссер не выйдем, мы будем долбиться еще до ищачей пасхи. Думаю, ну-ка, гайка крупная, попробуй выйти на глиссер. тебе что-нибудь сказал. Так, ну что, столько раз за рыбалку переделываем монтаж, что уже с закрытыми глазами можно все сделать. но что поделать. Каждое место по-своему уникальное и нужен свой подход. Вчера кидали тирольку, стоял большой поплывок. Сейчас ставим снова маленький поплывочек. Все переделываем. Но поставим три мушки все равно. Оливка будет вот такая. Сопля вот такая желтая. И шерстянка фиолетовая. Такие попробуем поставить. Ну, посмотрим. Снизу будет оливковая. потом будет идти сопелька. Тайминя мы не поймали, поэтому переключаемся на Хариуса. Сегодня у нас крайний полный день. Крайний полный день с шикарными видами на горы. Горная река. Это ребята черыж. Это черыж. Ну, попробуем сейчас Хариуса хоть половить. хариус 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 В результате общего голосования было определено, что на черыше нам задерживаться нет смысла и мы решили идти вниз по течению до речки Белая обратно. Там в первые три дня мы неплохо отловились на черыше клюет заметно хуже. Ну, поэтому мы решили собирать лагерь, обедать и идти на Белую на нее родненькую. Да, спасибо этому местечку было здорово. Очень классное место. Рекомендую, но координаты не скинем. Все, поехали. Хоть мы и планировали пятый день сделать разгрузочный, отдохнуть в живописных местах и особо никуда не ходить, мы снова на воде и предстоит нам сегодня преодолеть 20 километров вниз по течению. Проходим под березой. Многие знают, что идти по течению намного сложнее, чем подниматься против. Некоторые камни и волны очень сложно увидеть, а иногда просто не успеваешь их рассмотреть и скорректировать траекторию. Оба, камень, камень. Ага. Но у нас зарумпили в Николай и он с легкостью справляется со всеми препятствиями. Еще нет. А так не передашь глазами, а как лететь? Сейчас попробуем снизу обойти по протоке и там подняться до устья белой. до устья белой. А что там по глубине? Да все. Пока идем? Ну пока идем, но пока идем, да, нормально. Можно поближе подойти даже. Так, выпрыгиваем, идем, посмотрим, что там. Вот она прям яма. Я понял. Ну туда мы точно не поднимемся. Сейчас разведка сделаем, и я тебе это самое предложу вариант. Так, ну вот, дошли мы до устья белой, но чтобы добраться вплотную, придется преодолеть множество препятствий. Такая тонкая, мелкая протока, и вон она, наша лодочка. Разрабатываем план капкан, как нам добраться поближе к слиянию. Вот, друзья, сразу коряжничек, это протока черыша, и вот он, хорюзочек, ударил. Будем брать из воды его. Будем брать его из воды. Вот он, черышский хорюзок. Такой вот красавчик. Отлично. Мы снова на устье белой речки. Сегодня у нас пятый день рыбалки. и снова пришли на устье. Решили в последние дни отрыбачить все-таки здесь, потому что на черыше как-то вяло. Коля там уже ходит, облавливает все. Да, выходи, встал, подмутил, подмутил, и сразу дынь есть. Так, пойдем сразу до порога. Точно боярышник? Ешь побольше, сейчас узнаем. Мы берем вместе. Куман туалетный есть. Вот так. вкусная ягода. Да. Я уже давно с детства такую не вял. Я его, наверное, морозом подударил еще, да? Что она такая? Ну, я ее с детства такой и помню. Ладно, пойдем дальше. Рябина. Так, ну что, друзья, сделали марш-бросок в полтора километра и пробуем половить хариуса здесь. Стоит у нас шерстяная оливка. Нимфа шерстяная цвет оливка. Перед отъездом эта мушка очень хорошо работала. есть. Вот попался хариусочек. Едовой возьмем. Еще поклевка. Я прям почувствовал удар. Ладно, задерживаться на одном месте не будем. Мест, потому что очень много. Речка просто шикарная. Вот они за каждым камешком стоят. Вот тоже здесь что-то дергание какое-то было. Есть бродяга. Вот он, пацан. Ну, едовой пойдет. Сейчас походим по этому порожику. Вот друзья, смотрите. Под камнем нашел ручейника. Вот такая кракозябра. Желтенькое пузо, зелененькие лапки. такие коричневые лапки. У меня есть в наборе похожая мушка. Сейчас попробуем поставить. Сейчас покажу вам ее. Вот она. Вот вот они типа ручейников. Сейчас попробуем мало ли вдруг соблазниться корю зочек. Есть. Вот смотрите. Ах, блин, опасно. взялся корюзок ближе к кусте уже. Там еще второй стоял. Опа! Хороший взял. вот такой бродяга ребята взялся. Под вечер вот что-то начал более-менее браться. Есть еще прям вот рядом с нами. Вверх хоть еще не кидаем. Давай старичок есть еще один есть еще один слабо взялся но этот завальчик его здесь много стоит вот еще поклевка он прячется там и у него там очень много преимуществ вот смотрите а только опускаю сразу поклевка давайте попробуем среагировать там распутали все перешли на другое место тоже интересного интересного есть сошел двух штук упустил тем уже из-под ног взял Давай килошник, пожалуйста, возьми. Тут поболее километра будет. Поставил оливковую шерстяную нимфу, попробуем этих наших бродяг все-таки взять. Да это хороший, этого возьмем. Вот он, крюзок вечерний, вот он здесь клюет, может быть и там клюет, но днем вообще клёва конечно нет. Есть, 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 бродяга, взялся. Смотрите, и отцепился, и отцепился. Есть, друзья, очередной пацан под березочкой взял. Смотрите, очередной старичок, дождался я его. Тихо-тихо-тихо-тихо, вот это хороший, это хороший бродяга. Бродяга, она чуть-чуть подзависла, и он взял ее. Без всяких там выпендрежек, просто бам и готово. Так, ну что, друзья, пятый день рыбалки наш заканчивается на белой. Но это еще не все. Если вы подумали нажать на кнопочку закрыть, то вы ошибаетесь. Мы остаемся еще на один день здесь, и завтра мы идем на загреху. В общем, речка, которая впадает в трех с половиной километрах выше по течению белой. И там, как местные пастухи сказали, реально клюет. То есть вот то, что мы сейчас здесь ловим, это детский лепет на лужайке. Вот там клюет, и мы хотим это проверить. Поэтому сейчас идем в лагерь, готовим малосольчик из только что пойманных хариузов на белой речке. Ложимся отдыхать. Ну а завтра идем вверх по течению белой. Шестой день нашего путешествия. В 5.30 утра проснулись. И идем сейчас вверх по белой речке до реки Загреха. Впадает левый приток белый, речка Загреха. Не знаю, не был там ни разу, не знаю как там, но, говорят, рыба ловится. Так, ну что, идем вверх по белой. Главное сделать ювелирный заброс, чтобы, ну, в корягу не попасть. Вот, видишь, тоже березка, да? Вот там ветки, ветки, ветки. А потом вот, хоп, и все. И вот прям вот так вот встаешь, чтобы тебе было, ну, максимально продольно закинуть. И вот стараешься закинуть. Леска вот под этой веткой пройдет, а поплывок надо именно опустить. Поменьше глубину сейчас так сделаю. Вот туда вот так вот, оп, и леску опустил. Все, и вот здесь вот поклевки обычно. И потом еще вот так вот глубину поменьше ставишь. Я тебе просто покажу места, ну, что если обратно пойдем, если вдруг ты впервые у меня пойдешь. Вот сюда вот. Тоже издалека вот так вот. Хоп. И вот здесь вот тоже вот я двух штук поймал. В целом понятно, но не ясно. Ну, не хочет что-то брать. Ну, ладно, это потому что он говорит, идите на загреб, через это место идти, говорит. Мы подготовимся как раз морально. Ладно, пойдем. Так. Подошли к загребе. Так, моста поглядим на нее, да? Да. Ну, достаточно бурно. Речка шумит. Нормально, а что? Она считает треть белой. Здесь просто узко зажато. Ну, ямки, видишь, есть? Да. Вот это интересная речка. И вот еще впадает, смотри, какая-то речка. Я не удивлюсь, что это белая и есть. Возможно. Ну, смотри, два ущелья подкроют, другого-то нет. Это может быть протока белой. Не протока, точно. Значит, белая сама. Вон там белая? Она... А, ну, в смысле протока белой. Да. Протока белой, а это вот это, потому что для белой маловато будет. Там еще до ущелья есть место. Скорее всего, там еще немножко. А может и нет. Может, это вся и есть. А в целом, это получается белая. Так. Дошли мы до Загриха. Речка Загриха. Мост вот такой вот деревянный. Ну, сейчас пойдем вверх по Загрихе, порыбачим. Поймал? На желтую. Желтая. Это Загриха, друзья. Речка Загриха. А, типа надо, чтобы солнце светило? Нет. Нет. А это. Вопрос. Видишь, как мы второй раз встретились. Где мы с вами? Да у нас на устье белой, там мы на водомете. Ну, получается, видишь, мы тогда, когда с тобой разговаривали, мы порыбачили и ушли вверх за каргон туда по Черышу. А там вообще голяк. Вообще не клюет. Ну, таких. На белую вернулись опять. Вчера на устье так половили, ну, нормальных. Ну, и все. И вот я говорю, надо на Загриху идти, вот как ты сказал. Ну, все. И вот отсюда и сколько примерно вверх там? Километра два? Ну, вот сейчас у меня два будет. Ага. И отлично будет. И сколько, сколько пройдете там? А это? Стоит вот за камешками в парикатах. У меня вот. Ну, я вот сейчас желтую поставил, поймал двух штук. Сейчас? Да. Да. А это, ну, а так здесь крупненький проскакивает. Ну, хорошее такие уже, так и наделали. Где? Взять кернющу там вверху. Ну, ты говорил, на трешку. Оторвался. Ну. Я, ну, друзья, вот 10 такого хорошее не видел. Ну, понял. Ладно, поеду, я за продуктами и назад приеду. Все, давайте, ладно. Я только к обеду приеду. Ветимся. Ну, мы здесь сходим, ну. Да. Сказал сейчас солнышко, говорит, вот перекаты будут освещать? Да. Будет клевать. Да. Ну, мне тоже мыслили о том, что это солнце появилось, но из-за этого они не так. Они не так. О, Коля поймал. Наконец-то. Так. Сошел. Вяло взялся. Ну, сейчас есть возможность поэкспериментировать. Давайте соплю поставим. Даже вот это убирать не буду. Так будет. Так же. Так, вот из сидячего положения попробуем подкинуть они туда. Есть. Сука сорвался. Все равно сорвался. Ну, взял, насоплю сразу. Смотрите, друзья, какое классное место. Сейчас мы попробуем правильно подойти к нему. Вот так вот. Здесь сразу поклевка. А я вижу его насквозь. Так. Ну, все. Прошлись мы по загрехе. Немножечко поймали. Не сказать, что здесь прям... Прям лучше клюет, чем на белой. Ну, возможно... Возможно, мы еще сюда вернемся. Так. Ну, вот мы спустились снова на слияние загрехи и белой. Будем здесь пробовать. Мок, смотрите, какой красивый. Сейчас откроем желудок, посмотрим, что у них тут. Муравьи. Одни голимые муравьи. Черные какие-то. Вот. Черные какие-то мураши, личинки. Все черные. Черные, да? Вот вам и ответ. Наши приключения приобретают новые краски. В прямом смысле. Так, друзья. Ну, вскрыли желудок хариуса. И обнаружили там муравьев. Вот у меня есть муравей вот такой. Тоже от черной речки. Привязал его. Сейчас вот неправильно. Давайте попробуем на муравья. Раз такая пляска пошла. Это нормальная практика. На рыбалке вскрывать живот рыбе. И смотреть, чем она питается. Ну, чисто давайте так. Эксперимент номер один. Есть. Есть бродяга. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Угу. Блин, сильные ребята. Смотрите. Смотрите, какие пятна красивые. Смотрите, какие пятнышки. Хорошо берет на оливку. Столько вот я не подбирал, а оливка все равно работает хорошо. Смотрите, какая гусеница. Эк, ты что кидишь на меня? Ребята, посмотрите. Это просто супер офигенный перекат. Забитый хариусом. Я несколько штук поймал. Несколько хороших сошло. Не взял, не поднял. Да, офигенно. Это белая, ребята. Вот так вот сидишь рядом с рекой. Течение бурлит. Перекат. Вроде все ништяк. А тут хлопа. Ты, оказывается, на камне сидишь. Алло. Это камень. Там, друзья. Да. Ты такой сидишь на камне просто. А их тут вон сколько. Они все здоровые. Вон они. Так, друзья. Ну вот. Денек. На белой речке в Верховье. Вот такие вот хариуза клюют. Ну, клев был слабый, конечно. Но, тем не менее. Так сказать, заключительный аккорд нашего путешествия. Ну и все. Ничего не могу сказать. У меня почти клевало. В общем, сейчас ужинаем, собираемся и стартуем домой. Ну что, спасибо и этому месту. Сегодня понедельник. Уходим с этого места. Постараемся заночевать в Синтилеке. Время седьмой час. Темнеет в девять. Нам нужно еще добраться 13 километров до Синтилека. Вытащить лодку машиной из воды на прицепе. Ну, в общем, дождик начинает капать. Уходим. Ну что, друзья. Вот и закончилось наше путешествие. Все. Мы снялись с нашего стана. И едем до Синтилека. Все. Поехали. 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 Продолжение следует...